Добрый вечер, уважаемые телезрители! Как всегда, по четвергам после выпуска новостей мы начинаем свою работу в прямом эфире. И сегодня в нашей студии, исполняющей обязанности главы городского поселения Видное Александр Евгеньевич Усков. Добрый вечер, Александр Евгеньевич! Добрый вечер! Мы поговорим сегодня о благоустройстве. Большая такая тема, важная тема, касающаяся всех. И, как правило, у многих людей на эту тему возникают вопросы. В том числе, я думаю, и к вам обращаются, и к нам звонят. Ну, безусловно. Тема очень важная, очень своевременно, что именно сегодня мы с вами пообщаемся с жителями. Я постараюсь рассказать те задачи, которые стоят сегодня и перед городом, и перед районом в целом. И перспективы обозначу. Я думаю, что люди, услышав нас, уже для себя сделают вывод, какие вопросы нужно задавать, где более активно работать. С тем, чтобы мы выполнили задачи, которые поставили перед собой, перед жителями, прежде всего, завершить работы, так скажем, ко дню города, прежде всего. Ну, все будет зависеть и от подрядчика, и от многих вещей. С чего бы я хотел начать? С итогов. Да. Наверное, лучше подвести краткие итоги. Как все жители знают, первые работы в городе и в Ленинском районе начались в 2006 году. Тогда мы поставили себе задачу включить в программу комплексного благоустройства около 290 домов многоквартирных. И вот за прошедшие годы, включая 2015 год, нам удалось выполнить комплексный ремонт на 211 территориях. Это почти 71%. Мы построили, я вот даже цифры себе выписал, 59 детских, 16 спортивных площадок. Сделали более 9 километров пешеходных дорожек, не считая тротуаров. Создали 7,5 тысяч машин и мест на дворовых территориях. Это вот краткие итоги. Это с 2006 года. Когда первый раз мы пришли на улицу Гаевского, как вы помните, когда первые вот эти жилые кварталы мы начали ремонтировать. По новым уже стандартам. Сегодня наша работа базируется на законе Московской области о благоустройстве, который был принят в 2014 году. Он предусматривает сегодня и диктует уже новую политику создания 6 обязательных элементов на каждой дворовой территории. Какие-то 6 элементов. Это парковочные карманы, это освещение, озеленение, детские спортивные площадки, информационные стенды, площадки для сбора бытовых отходов. Вот сразу хотел бы говорить, что такое дворовая территория. Понятие дворовой территории. Многие люди думают, что их дом это и есть дворовая территория. Не всегда так происходит и, как правило, в 2015 году мы по городу определили вместе с управляющими компаниями всего 95 дворовых территорий. А домов, между прочим, в городе 463. То есть, одна дворовая территория может быть на несколько домов. Да, не всегда дворовая территория это один дом. Бывает и так, что нет прилегающих. А вот мы постарались сгруппировать, потому что в этом случае всегда возможно сделать одну межквартальную площадку, одну спортивную, общую площадку для сбора мусора, информационный стенд и так далее. Поэтому мы идем сейчас по принципу ремонта, комплексного проведения ремонта именно дворовых территорий. И как поставил задачу губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев и глава Ленинского района, не менее 10% дворовых территорий ежегодно мы будем приводить в порядок. Вот итоги, которые были, в общем-то, поставлены. Поэтому, в соответствии с этими задачами, в 2015 году мы выполнили ремонт на 17 дворовых территорий. Это 27 многоквартирных домов. Я вот для себя веду интересную такую статистику. Вот в этих 27 домах проживает 4700 человек. Что интересно, я хотел бы сейчас перейти плавно уже к 2016 году. Я подразумеваю ваш вопрос. Значит, план-то выполнен в 2015 году? Да, 2015 год был выполнен абсолютно полностью. Да. Мы с помощью финансовых средств Московской области нам дали 12 миллионов, которые мы потратили именно как софинансирование на создание, на улучшение жизни жителей на дворовых территориях. Мы всего затратили 39 миллионов на ремонт дворовых территорий. И плюс еще мы построили 5 межквартальных детских площадок и еще 11,5 миллионов. Итого мы вышли на цифру 50 миллионов. Это цифра, которая важна сейчас. Нам будет для сравнения то, что мы наметили себе на 2016 год. Итак, как я уже сказал, 27 домов было сделано в 2015 году на сумму 39 миллионов. Так вот задачу, которую глава района поставил Олег Владимирович Хромов. В этом году мы делаем в городе 39 домов. И уже сумма, на которую, включая детские площадки, а детских площадок мы вместо 5 уже сделаем 38, включая ремонт 15 площадок. И еще 38 детских и спортивных площадок мы сделаем новых, а 20 детских и спортивных площадок мы отремонтируем на сумму 44 миллиона. Итого, для сравнения, 50 миллионов в 2015 году, 182 миллиона в 2016 год. Это в 3,5 раза. То есть, представляете, какими гигантскими темпами мы идем в этом году. Я хочу назвать одну только цифру. Вдумайтесь. На этих дворовых территориях появится 210 новых опор в личном освещении. В стране-то кризис. Как вы справитесь? Мы в этом году постарались сделать вместе с администрацией района именно социально направленный бюджет. 30% у нас уйдет по программе и будет из расходных средств на благоустройство. И 30% примерно на дорожное хозяйство. Вот 60%. Все остальное социальные вопросы для того, чтобы помочь малообеспеченным людям чувствовать себя в эти кризисные периоды достойно. Так вот, продолжая. Вот, строительные работы уже идут в полном ходе, да? Да. Очень важно для жителей. И то, что мы обещали, когда мы проводили встречи. А как вы знаете, в конце 2015 года было принято решение абсолютно новую форму работы с жителем построить. И мы ее сделали. И продолжаем, конечно. Прежде чем приступить к реализации какого-либо проекта, мы его обсуждаем на каждой дворовой территории. Таких встреч мы провели 15 в 2015 году, готовясь к 2016 году. И каждую схему благоустройства 15 дворовых территорий, вот 39 домов. То есть теперь без согласия жителей ничего нельзя поставить? Мы получили согласование, получили письменные обращения граждан, внесли корректировки в эти схемы благоустройства. И окончательные схемы разместили на сайтах администрации города и района в разделе благоустройства. И вот теперь, исходя из этих схем, мы будем все реализовывать. Я хотел бы сразу отдельное спасибо сказать. Это прежде всего жителям. Это председателям советов домов, которые активное участие принимали и принимают сейчас. И, конечно же, депутатскому корпусу. Сейчас я вот хотел бы жителей обрадовать, что практически по всем дворовым территориям уже прошли конкурсные процедуры. Или находятся в завершающей стадии. Мы уже приступаем активно к реализации этих проектов. Буквально сегодня уже подрядчики выходят на ПЛК 37-39, улица Центральная 12, А15. Ну и в ближайшие дни мы увидим, как развернутся работы, масштабные работы на других дворовых территориях. Ну, Александр Евгеньевич, мы уже увидели, как эти работы развернулись. И в эфире в нашем уже был сюжет такой на эту тему. Я предлагаю его еще раз посмотреть, потому что на самом деле приятно смотреть на такую работу. Давайте, с удовольствием. 15 дворов предстоит благоустроить в этом году. В план по реконструкции традиционно входят расширение парковочного пространства, создание или реконструкция детских и спортивных площадок, замена дорожного покрытия. В зависимости от двора выполняются дополнительные работы по улучшению придомовых территорий. Плановое благоустройство дошло и до Петровского проезда, что в Расторгуевской части города видно через несколько дней. У жителей дома 27 во дворе появится новая детская площадка с резиновым покрытием, парковочное пространство, новое дорожное покрытие, а также современная спортивная площадка и плановое озеленение. Реконструкции своего двора жители Расторгуева ждали долгие годы. Спортивная площадка успела прийти в негодность. Дорога и вовсе больше напоминала минное поле. Особенно благоустройство рады мамы с колясками. У меня ребенок растет, поэтому особенно площадкой я очень довольна, что вот все на конец дороги. В общем, довольна. Помимо всего прочего, здесь будут переноситься столбы освещения так, чтобы удобно было парковать автотранспорт. Но не все люди за такие перемены. Жители дома 22 по тому же Петровскому проезду переживают за сохранность зеленых насаждений, которые, как они предполагают, будут вырублены ради парковки. Жители собрали петицию, хотят узнать судьбу этих деревьев. То есть для нас они очень важны. А в принципе благоустройство, которое сейчас делается, оно предпочитает как бы машины, чем людей. Любые изменения всегда согласовывались и будут согласовываться с жителями. Это принцип работы администрации Ленинского района. Только после полного согласия людей с планом реконструкции своего двора будет выполняться какое-либо благоустройство. Порадоваться за соседей и посмотреть на ухоженную территорию, во двор дома 27 пришла Светлана Верьянова, которая проживает на первом футбольном проезде. Их улица находится в удручающем состоянии. Ямы на яме. Женщина мечтает, чтобы реконструкция дошла и до них. Я очень, я всегда радуюсь за то, чтобы везде было красиво, благоустроенность. Просто просьба. Мы с советских времен ни разу не ремонтировали дорогу. Надеемся, что просьба Светланы Ивановны будет услышана, даже если этой улицы нет в проекте планового благоустройства на 2016 год. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Александр Евгеньевич, прокомментируйте свежим взглядом этот сюжет. Я вам хочу сказать, что работы на Петровском проезде действительно в течение двух недель продолжаются. Я выезжал к жителям, встречался с инициативной группой вместе с депутатским корпусом на территории дома 22 Петровского проезда. Слово петиции я бы не стал называть обращение жителей. Они направили в мой адрес протокол. Мы буквально завтра отправим ответ на все те вопросы, которые поставлены. Держим связь постоянно с инициатором этого собрания. Молодая девушка Аня зовут, она живет как раз в Петровске, 22. В общем-то, с жителями мы обговорили все вопросы. Что касается деревьев, принято решение удалить эти деревья. И, соответственно, подписано соответствующее постановление, перечетная ведомость. Мы договорились, что осенью взамен мы высадим 10 деревьев, взамен 5 удаляем их. Какая причина? Это не просто устройство парковочных карманов. Эти деревья произрастают на газовой магистрали. И я это людям объяснил. По желанию, которые люди просили сделать, пешеходная дорожка буквально появилась на следующий день. Это между домом 22 и домом 12. Там, на этой территории, как мы сейчас слышали, люди правы, появится и новая детская площадка, площадка для занятий на тренажерах. Мы отремонтируем существующую спортивную площадку 27-го дома. Ну и создадим очень большое парковочное пространство. А рядом и сквер еще появится? А рядом сквер, да. Вот это отдельная тема. Вот этот сквер 7 гектар. Мы специально вместе с администрацией района, Олег Владимирович очень много внимания этому уделил. И мы договорились, обсчитали, когда 18 миллионов стоимость работ в этом сквере. Но первым этапом сейчас выделено 6 миллионов. Прежде всего будет сделано, выполнен тротуар от танка вдоль проезда, учебного проезда к храму. С тем, чтобы люди могли, те, кто посещает храм, могли спокойно идти по тротуару. Затем мы сделаем порядка 50 опор влечного освещения внутри сквера. И только затем приступим к пешеходным дорожкам, которые мы нанесли в соответствии с теми тропами, которые люди уже десятками лет ходят через это пространство. И постараемся сохранить ту природу, которая там есть. Наверное, там еще и будут досажены деревья какие-то. Да, безусловно. Мы, вы знаете, сотни деревьев высаживаем ежегодно. Я вот даже, знаете, себе цифру выписал, а сколько же деревьев мы уже с вами высадили в этом сезоне. Сейчас я прям буквально, вот вы меня плавно так ввели-вели. Мы по просьбам жителей в этом году, сейчас я вам отвечу, по тем адресам, которые они обозначали, сейчас буквально, секундочку. То есть, я понимаю, что вот благоустройство... Это парки, это дворовая территория, и мы вышли все вместе и на субботник, и лес Победы. Я не ошибусь, что мы высадили порядка 250 деревьев, вот не вижу, просто писал очень мелко себе, и около 300 кустарников. Я сам побывал на ряде территорий, ну, например, строительная 15, школьная 49, детский садик новый, который мы открыли все вместе, нет, который мы открыли на улице Садовой. А, понятно. Да, это и ПЛК-25, вот такие мелкие дворы, советская 34 возле детской поликлиники, и еще целый ряд территорий. Я уже не говорю про лес Победы, который мы саживали и в нашем центральном парке, ну и так далее. И работы эти будут продолжены. Более миллиона рублей на эти цели есть в городском поселении Видное на сентябрь месяц. Вот вы уже отметили некоторые дворовые территории. Какие, наиболее, на ваш взгляд, будут объемные работы, в каких местах будут вестись? Самая объемная работа, конечно, это у нас произойдет на улице Школьная. Это 6 домов. Дома 79, 81, 83, 85, 87 и 89. Действительно, там стоимость работ порядка 36 миллионов. Будет создано огромное парковочное пространство, созданы новые детские спортивные площадки, озеленение, освещение прежде всего. Я надеюсь, что жителям очень понравится. Мы ликвидируем вместе с жителями все вот эти незаконно установленные ракушки, как мы говорим, с тем, чтобы освободить доступ для жителей, для их автомобилей. А у нас есть один вопрос по благоустройству еще прошлого года. Я вот хотела о нем сказать, немножко подзабыла. Нина Федоровна Лебедева, Заводская, 24. Она говорит, что возле нашего дома год назад делали карманы парковочные, а возле нашего подъезда номер один карманы-то не сделали. Сказали, что займутся этим вопросом в мае 2016 года, но пока не приступали. Чего им ждать? Ну, вообще, я, конечно, хочу поблагодарить жителей этого дома, Заводская, 24. Очень активная гражданская позиция. Но жители помнят историю, когда мы одно единственное дерево не могли вырубить в течение двух месяцев. Все работы буквально встали. О чем говорит наш житель? Дело в том, что в этом месте находится высадка кустов. Они многолетние, и за ними есть непосредственно детская площадка. Поэтому совместным решением жителей все-таки было это ближе к библиотеке, сделать парковочное пространство, и мы его выполнили. Мы удалили мусор там, где бельевая площадка была, буквально рядом с кустами, тоже сделали парковочные карманы. Но самое главное, мы сделали огромное пространство за домом. То есть, на мой взгляд, вот именно в этой территории парковочные карманы и пространство для второго дома, ПЛК-14, они соседями являются, оно очень достаточное. То есть, напротив первого подъезда не будет, да? Мы пока не планируем там проводить работу. Ну, какой-то там, потому что она говорит, там грязь. Насчет грязи я вам скажу так. В Ленинском районе создано два муниципальных бюджетных учреждения. Учреждение – это дорсервис, который отвечает за дорожные хозяйства. И комбинат благоустройства – это как раз учреждение, которое занимается внутриквартальными проездами, газонами, нашими цветниками. Я запишу себе этот вопрос, и мы усилим контроль. Тогда запишите сразу следующий вопрос, тоже от Нины Федоровны, потому что она сказала, что каждый год в сквере 45-летия города Видно высаживались цветы, то есть сквер был ухожен. А в этом году там никаких работ не велось, трава не окашивается, и цветы не высаживались. Это ведь тоже, наверное, работа комбината? Это вопрос очень серьезный. Я хочу обрадовать видновчан, что буквально с сегодняшнего дня приступили к высадке цветов по всему городу. Был разыгран аукцион на сумму 6 миллионов. Первые цветы, вы знаете, появились у нас к 9 мая. Это в районе кинотеатра «Искра». Мы достойно встретили праздник Великой Победы вместе с ветеранами, у камня основателем города, на площади. Сегодня мы приступили к высадке цветов по тем клумбам, которые у нас имеются в городе, и постепенно, в том числе, в наших скверах. Это и сквер 45-летия, и 50-летия. Что касается содержания сквера, я с вами полностью согласен и поддерживаю жителей. Конкурс выиграла московская компания в прошлом году. Компания называется «Пресня сервис». Я неоднократно высказывал и свои претензии, и мои коллеги из районной администрации. Направили ряд претензий. Если работа будет так продолжаться, мы просто расторгнем контракт. То есть предприятие? Да, я полностью согласен с жителями. Понятно. Вот, может быть, мы тогда продолжим тему деятельности вот этого комбината по логоустройству, потому что многие еще не знакомы, что это такое. Чего от них ждать? Вы знаете, когда эта позиция, прежде всего, главы района была преподнесена в наши муниципалитеты, я имею в виду в сельские, городские образования, в общем-то мы поддержали эту идею. Почему? Потому что идея, конечно, прежде всего, консолидировать средства поселений и направить их на работу учреждений, в котором трудятся наши люди. Это налоги. И аккумуляция вот этих средств, она позволит более рационально, экономно их использовать. И самое главное, уйти от этих конкурсных процедур, когда может выйти нерадивый подрядчик. То есть, все работы выполняют своими силами. Нам постепенно это удается. Вот на содержание по городу Видное, в частности, сегодня, объектов благоустройства требуется около 70 миллионов рублей. Пока мы из бюджета выделили около 55, мы выделили часть средств на закупку техники. Я вам скажу, цифра немалая, почти 15,5 миллионов. В ближайшее время техника будет закуплена. И я надеюсь, что люди увидят достойную работу видновчан сами для себя. Что касается второго МБУ, Дорсервис, это предприятие, созданное для содержания объектов дорожного хозяйства. Это дороги, остановки, ливневка, ограждения. Я тоже считаю, что достойной работы мы должны еще ожидать, потому что сейчас также закупается техника, увеличивается штат. Я думаю, что мы с уверенностью смотрим в будущее, создав вот эти два предприятия. Будем только, естественно, помогать, корректировать, слышать и слушать людей для того, чтобы приводить как можно быстрее и оперативнее все в порядок. Видите, как мы с вами мягко перешли к теме дорог. Да. Поэтому давайте, наверное, тогда перейдем к ней уже более серьезно, более плотно. И так как вы провели сравнительный анализ с 2015 годом по благоустройству, расскажите нам и об итогах 2015 года по дорогам. Я с удовольствием поделюсь вот этим соображением. Я сегодня тоже готовлюсь к прямому эфиру, сделал такой анализ. В городе Видное находится около 90 километров автомобильных дорог общего пользования. Не считая межквартальных дорог, которые, как я сказал, обслуживают, соответственно, предприятием комбинат благоустройства. На содержание этих дорог требуется порядка 90 миллионов рублей в год. Это очистка, поливка, соответственно, подметание, вывоз снега, ну и так далее. Дороги ремонтируются не так быстро, как бы хотелось. Все зависит, конечно, от финансовой возможности бюджета. Я вам скажу, что из этих 90 километров за прошедшие годы, я также себе сделал анализ, отремонтировано 30 километров. Это примерно 33%. То есть с 2006? Это с 2000... Нет, я здесь анализ сделал с 2009 года. Почему? Потому что дороги перешли в собственность поселения именно с 2009 года. А вот с 2009 года. Вот если подходить к 2015 и 2016 год, вот в 2015 году мы сделали ремонт 7 автомобильных дорог, потратив на это 32 миллиона рублей. Что предстоит сделать в 2016 году? Это не 7 дорог, а это 22 дороги. Рост в три раза. И количество денег, конечно, мы затратим значительно больше, 75 миллионов. Какие дороги будут выполнены? Я специально с собой взял адресный перечень, потому что многие жители задают вопрос, что в первоочередном порядке будет ремонтироваться, что во вторую очередь пойдет. У нас два этапа. Так вот, в первом этапе 11 дорог. Все конкурсы проведены, работы начаты. Вы видите, что буквально позавчера была завершена отделка, так скажем, улицы Березовая, четырехполосная дорога, и жители сразу с удовольствием поехали. Конечно, уже ощутили разницу. Нам предстоит разметку, конечно, нанести там, лежачий полицейский, как сейчас говорится, это положить. Вот буквально я ехал на прямой эфир, был завершен ремонт улицы Заводская от поликлиники до налоговой инспекции. Какие еще дороги в этом году в первом очереди пойдут? Это улица Детская, Софийская, первый футбольный проезд, луговой проезд, улица Старонагорная до поворота на Булатниковское кладбище, сейчас дальше скажу, улица Лемешка, улица Донбасская полностью от ПЛК до практически тоннеля с устройством дополнительных парковочных карманов. Улицу Заводскую я уже вам сказал, затем мы отремонтируем вот эту развязку перед тоннелем, где у нас три моста находятся, знаете, бизнес-центр Дон и улица Березовая, которую я также озвучил. Во втором этапе у нас предусматривается улица Спасская, вторая набережная, первый шоссейный проезд, четыре павловских тупика, второй первый дачный, дорога в деревню Спасская, это с первого Калиновского проезда, и дорога в деревне Таблова, это единственная деревня, где нет дороги. Итак, вот 22 дороги. Очень много дорог таких, которые даже малоизвестны, да, такие окраинные. Но везде живут люди и везде, так скажем, назрела необходимость. Вот среди перечисленных дорог была улица Детская. Я почему сейчас затрону этот вопрос? Потому что к нам звонили именно по этой улице, хотя телеканал Видное ТВ там не транслирует, но они задали нам вопрос. У них не только дорога, но еще и пешеходная часть. Пешеходная тоже будет ремонтироваться, потому что, говорят, просто даже с коляской негде проехать. Что касается улицы Детская, она идет вдоль железнодорожного полотна, там находятся два муниципальных дома двухэтажных. В прошлом году за счет спонсорских средств мы сделали там детскую площадку. Конечно, это одна из самых таких отсталых в ремонте улиц. Она выходит на улицу Булатниковская. Что касается подхода пешего к этой улице от железнодорожной станции, там есть тротуарная дорожка пешеходная, которую, в общем-то, тоже надо вставить в ремонт. Вообще мы составили себе перечень около 30 подобных пешеходных дорожек. У нас пока денег 4 миллиона. Сейчас формируется вот этот перечень. Первые очередные задачи. Мы встречались с жителями улицы Булатниковской, кстати говоря, которые просили также отремонтировать эту пешеходную дорожку. Я надеюсь, что нам удастся все-таки сделать. Мы очень тщательно будем готовить очередные поправки в бюджет, с тем, чтобы учесть пожелания жителей. А детскую сделаем. А вот та улица, вернее, проезд футбольный, о котором в сюжете говорилось, есть что сказать? Конечно. Первый футбольный проезд, он у нас идет параллельно второму футбольному, если кто не знает, это ориентир такой, там, «Сказка Востока», ресторан. Это вот второй футбольный проезд. А первый футбольный, он идет параллельно, значит, ряду улиц. Вот первый футбольный, Софийская, улица Черняховского, Ольгинская, вот эта вся зона. И мы приходим плавно к ремонту вот таких уже проездов. И я надеюсь, что люди достойно оценят вот эту работу. Давайте мы немножечко пройдемся по вопросам, потому что вопросов, на самом деле, очень много. Вот поворот на Ольгинскую, установки «Большая яма», метров 10-15, собирается вода. Обращались в ДРСУ и в администрацию. ДРСУ, наверное, уже не стоит. Нет, ДРСУ у нас уже как организации нет. Сенина, Людмила Александровна. Вы знаете, буквально вчера я был на улице Ольгинская, как раз посетил Ольгинская, дом 1, Спасский проезд. Вот то, о чем говорит наш заявитель, честно говоря, в глаза не бросилось, но я обязательно учту это. Если можно еще раз. Вопросы мы тогда эти озвучим, да, потому что у нас есть средства. И МБУ «Дорсервис» у нас работает именно с ямочным ремонтом на дорогах общего пользования. Поворот на Ольгинскую, остановки, получается. Мы проверим обязательную информацию. Так, еще. Когда отремонтируют тротуар на четной стороне ПЛК от остановки Дикси до остановки ПЛК Нижняя? Ну, вот вы угадали, так скажем, наши задумки. Вообще, вот в эти 4 миллиона, которых я озвучил, могут пока первоочередным войти два адреса. Это как раз тротуар от дома 46 по ПЛК до храма Александра Невского. И ширина этого тротуара должна быть не менее 2,5 метров. Мы встречались с жителями домов вот этих пятиэтажек, которые свою боль высказали. В этом году обязательно сделаем. И второй тротуар, вот пока такой общий тревожащий, это вдоль улицы Школьная к первой школе. До улицы Медицинская тоже назрела необходимость, конечно. Вот, кстати, это же женщина Наталья, она спрашивает. И еще, и когда сделают нормальную дорожку от пятой школы до православной школы, там все разбито? Дорожка, я знаю, это существует. Она неосвещенная. Мы встречались с людьми, во-первых, там необходимо устроить несколько торшеров, там не более пяти их появится. Я запишу, мы постараемся учесть. Хотя в адресном перечне вот этих 30 дорожек она у нас есть. Вопрос такой интересный. Почему траву косят по выходным и в 9 утра? Нельзя ли в другое время? Как у всех рабочих деньг? Нет, вы знаете, конечно, я согласен, что, может быть, и раньше где-то начинали косить, особенно вот в эту жаркую погоду. И, безусловно, это очень тяжелый труд, особенно тот, кто знает, как это на своих приусадебных участках. Поэтому мы просили, вот как раз, обслуживающие компании выходить как можно раньше, чтобы нам в самую вот в жару не заниматься вот этим делом. Ну да, кого-то в 9 утра не устраивает, а кого-то в обед, когда в 10 утра. А у нас еще один такой вопрос. Нам прислали на почту нашу электронную целую папку с документами. Жители улицы Строительной, значит, между домами 29 и 31 начали строительство какого-то торгового павильона. И жители сразу начали задавать вопросы, писать письма. Вы в курсе этого? Да, я не только в курсе. Я встретился с жителями дома 29 как раз в тот день, когда начали обустраивать нестационарный торговый объект, который был выигран компанией по открытому конкурсу. Это, многие люди знают, прошел в декабре конкурс по размещению нестационарных объектов на конкурсной основе. Значит, были определены ряд компаний. Это не аренда земельного участка, это конкурс на право размещения на 5 лет вот такого торгового объекта. Значит, все объекты были утверждены одного стиля, такого, знаете, коричневого металлического. Сейчас они появляются по городу. Да, они стали появляться у нас и у магазина «Курс», и вот напротив, у книжного магазина, и на остановках появились, на Жуковском проезде. Вы знаете, кто-то недоволен. Мы исходили из, прежде всего, пожеланий коммерсантов, которые оценивали потребность людей в тех или иных продуктах. Где-то это хлебный ларек, где-то это, соответственно, овощи, фрукты. И самое главное, что предполагается, что жители не будут стоять на улице, когда будут покупать эти продукты, питание. То есть, есть возможность зайти внутрь, посмотреть в любую погоду. И, наоборот, это комфортный условие. Маленький мини-магазин, приближенный максимально к дворовым территориям. Насколько я поняла, там вопрос-то в том, что они переживают, что этот торговый павильон будет размещаться на каких-то коммуникациях. Вы знаете, вопрос этот рассматривался из ПТУ городского хозяйства. В принципе, это допускается, потому что в условиях договора прописано очень четко. В случае, если происходит прорыв коммуникации или необходимость ремонта, в течение суток за свой счет коммерческая структура обязана демонтировать данный павильон. А вот эти павильоны, они уже не обсуждаются, как вот, например, когда благоустройство дворовых территорий, это уже не дворовая территория. Это вне дворовой территории, но есть, вы знаете, там парковка между 31 и 29 домом, вот на этом месте предполагается построить. Понятно, что в момент установки, особенно в этом месте, если бы вы его видели, там, ну, просто грязь. Не газоны, нет ничего. Конечно, я уже высказал свое пожелание коммерсантам, что надо было поставить информационный щит, проработать с людьми, ну, конечно, подготовить, проинформировать административно-технический надзор. Тогда все вопросы сняты были бы. Поэтому я когда с жителями пообщался, в общем-то, вопрос на сегодняшний день, на мой взгляд, не возникает. Тем более, что у 29 дома в ближайшее время начнутся работы по благоустройству. На мой взгляд, это будет одна из самых привлекательных территорий. С детскими, спортивными площадками, парковочными карманами. Схема такая. То есть, не стоит людям переживать. Я считаю, что не стоит абсолютно переживать. Тем более, что в условиях договора прописано очень четко, что если коммерческая структура не выполняет условия договора, значит, договор будет расторгнут. Палатку уберут. Соответственно, поэтому мы прислушаемся к мнению жителей. Есть ряд прецедентов, когда жители и микрорайона Солнечный, и Школьная, вот те дома, о которых я говорил, находили компромиссные решения. И вот эти нестационарные объекты перемещались в близлежащие места, где удобно было всем. Вопрос тоже с Петровского проезда. Мы о нем говорили сегодня несколько раз. Не работает дренажная система между домами 20-м и 12-м. Я сама там живу и знаю, действительно, там многие годы, во время дождя, после дождя, там такая огромная-огромная лужа. Что-то можно с ней сделать? Вы знаете, когда мы делали, я не ошибусь, наверное, лет 5 назад, комплексное благоустройство пяти первых домов, это 12-й, 14-й, вот 16-й, 18-й, 20-й дома, действительно, у 12-го дома самый, наверное, поток дождевой воды был. И мы тогда сделали отвод этой воды, учитывая, что ливневки там нет, а территория находится ниже проезжей части, я имею в виду Петровского проезда и второго футбольного, мы увели эту воду в сторону 22-го дома. Вот ответ, который мы сейчас жителям готовим на их протокольные, так скажем, встречи, мы дадим вопрос, в том числе и по ливневке. В общем-то, ответ заготовлен, я хотел его немножко подкорректировать, но я завтра дам такой ответ, мы там в том числе вопрос по ливневке решаем. Надеемся, что удастся решить все-таки в целом, с учетом 12-го дома. Так, и вот когда будет отремонтирована дорога от Дикси до микрорайона Солнечный, наверное, это будет последний у нас такой вопрос от жителей. Хотя вопросы еще есть, я потом вам все отдам. От Дикси до микрорайона Солнечный, ну, дорогу мы сделали от Советской в сторону школы искусств, я так понимаю, да, речь, наверное, не об этой дороге. Да, наверное. А это уже как внутриквартальный проезд. Вот мы сейчас уже плавно, практически подошли к 2017 году. Вот смотрите, что происходит. Всего в городе остается на сегодняшний день 63 дома, которые, в общем-то, ждут своей очереди. В том числе и микрорайон Солнечный. Это комплексное благоустройство. На прошлой неделе я провел встречу вместе с депутатским корпусом города, с жителями микрорайона Солнечный. Все шесть домов, которые там находятся, безусловно, требуют ремонта. В том числе и этот проезд. И вот я даже схемы с собой взял, первые схемы на 2017 год, с тем, чтобы нам выбрать приоритеты. И вот завтра буквально с главой района мы планируем эту тему уже обсуждать 2017 года. Я, конечно, хотел бы, чтобы и депутатский корпус поддержал, и жители. Микрорайон Солнечный, как три дворовые территории, четыре дворовые территории вот этих шести домов, включить в 2017 год. В том числе и эту дорогу. Пока будем ямочным ремонтом. Но на 2017 год тоже очень большие планы. 2017 год это комплексное благоустройство. А в этом году мы только ямочным ремонтом можем поработать. Я представляю, о чем идет речь. Это как раз проезд между Дикси и шестым микрорайоном. Вот вы сказали, что уже начали думать о 2017 годе. То есть там будут такие же огромные планы. На мой взгляд, 16-й год это большие планы. Смотрите, вот папка, первая папка, вот она еще даже никем не рассматривалась. Это пока вот чисто такая наработка. Вот они, 63 территории, 21 дворовая территория, 63 дома. Я вот людям даже покажу. Вот смотрите, как. Я пока из гугла обозначал вот такими... Наверное, будет плохо видно. С зарисовками. Вот, к примеру, Черняковского дом 2, Школьный 56-58, Лемешко 12-14-16-18, Ольгинская 1, Спасский проезд 5-6-7. И идем дальше. Вот Советская 28, тыльная сторона. Советская 19А, ПЛК 20. И вот идем дальше. Жуковский проезд. Сейчас я просто подойду к микрорайону Солнечный, чтобы жители могли воочию убедиться, что мы не... В 17-м году и к ним придем. Вот микрорайон Солнечный как раз. Четыре дворовые территории. Дома 1, 2 – это первая территория. Дома 3, 4 – вторая. А пятый и шестой дом, я считаю, это каждая отдельная дворовая территория. Вот пока мы взяли вот такой материал, после обсуждения с жителями, кстати, Солнечного, нам абсолютно понятно, где мы можем что делать. Важно, чтобы это превратилось сейчас в графический материал, который, как я уже говорил, опять подлежит обсуждению с жителями для того, чтобы выпустить окончательный вариант. Но мы должны с вами определить приоритеты. Конечно же, мы не сможем сделать все, наверное, 63 дома в один год, учитывая, что в этом году вот 39 домов, а здесь 63. Все-таки это большая нагрузка на бюджет. И мы еще, кроме этого, планируем и дорожное хозяйство поддерживать, не просто ремонтировать, а поддерживать и объекты благоустройства. Это очень большие деньги. Бюджет города на сегодняшний день, расходная его часть, составляет чуть больше 950 миллионов. И даже при таких, казалось бы, деньгах, или деньгах, как правильно, все-таки это очень большая нагрузка, учитывая, что ежегодно рождается огромное количество объектов благоустройства. А мы должны с вами еще и парки содержать, и развивать их. И вы знаете, парковое хозяйство у нас, это Гослесфонд, который мы планируем взять тоже в состав нашего, в постоянное бессрочное пользование, его тоже надо развивать. И там делать пешеходные дорожки. Это и создавать новые скверы и территории для этого есть. И, конечно же, потребуется расставление приоритетов, чтобы постепенно идти в соответствии с программой благоустройства до 2018 года, реализовать вот эти намеченные цели. Ну вот когда, к какому году у нас уже во всех дворах появятся те же детские площадки? Значит, вот смотрите, я не зря сегодня вот назвал эти цифры по детским площадкам, которые сделаются в этом году. Вот еще раз повторюсь. Итак, мы в этом году выполним 38 новых детских и спортивных площадок. 20 детских площадок и спортивных мы отремонтируем. Что значит? Мы сделаем прежде всего мягкое резиновое покрытие, как просили жители. Мы подремонтируем формы и на это затратим 44 миллиона рублей. Потребность, конечно, еще безусловно есть. Но, как вы помните, я в прошлом году говорил, в прошлом году мы сделали 5 межквартальных площадок. В этом году мы еще 5 межквартальных. Это подобие, как у кинотеатра «Искра», чтобы максимально на эти площадки привлечь жителей 5-10 домов. А вот маленькие площадки 10 на 15 мы уже будем приходить на отдельную территорию у дома, где до межквартальной площадки, допустим, достаточно далеко. Потребность есть, она большая, но мы будем постепенно идти. Могу с уверенностью сказать, за 2017 и 2018 год мы абсолютно точно закончим все дворовые территории. Я думаю, потребность в детских площадках ликвидируем. Спасибо большое за интересный разговор. Дело в том, что время наше подходит к концу, а тема благоустройства, она такая бесконечная. Вопросы все поступают и поступают. Вот что бы вам хотелось пожелать нашим зрителям, нашим жителям? Что я хочу пожелать нашим жителям? Конечно же, дорогие друзья, я прошу вас сейчас быть соратниками, набраться терпения с тем, чтобы помочь нам всем вместе выполнить ту большую программу 2016 года и ко дню города реализовать наши намеченные планы. Понимаю, что будет неудобства, грязь, пыль, но 2-3 месяца мы увидим с вами хорошие результаты и встретим праздник с хорошим настроением. Конечно же, я хотел бы пожелать вам здоровья, любви к этому городу, потому что без любви невозможно работать. И я абсолютно уверен, что наша консолидация усилий, партнерские отношения, они позволят реализовать и намеченные планы, и смело смотреть в будущее. Спасибо вам еще раз. Спасибо вам. Спасибо нашим телезрителям, которые все эти 45 минут были вместе с нами. Всего вам самого доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»